Что-то у нас все меньше и меньше. Видимо, в вопросах меньше становится. Значит, я предлагаю как? Сейчас мы предоставим слово нашему МЧС, чтобы они сказали, какие вопросы сегодня мы не решили с вами. И затем я бы хотел остановиться на образовании, потому что все-таки сентябрь. Большинство здесь мамы, некоторые бабушки. Я думаю, будет интересно то, что у нас сегодня происходит в районе. И затем вы те вопросы, которые есть, вы их зададите. Хорошо? Значит, Бочарников Алексей Анатольевич, исполняющий обязанности заместителя начальника первого РОНД МЧС России. Пожалуйста. АПЛОДИСМЕНТЫ Добрый вечер. Сегодня у нас... Ну, все равно, самое основное, что бы хотелось сказать, это район очень быстро растет, появляются новые жители. Вопросов возникает все больше. Если раньше мы как-то все в стороне и в стороне было, то сейчас район заселяется. И, естественно, из этого исходя, да, что у нас увеличивается количество загораний, увеличивается оно из-за того, что просто людей стало больше. На что хотелось бы обратить внимание. У нас наступает такой период переходной, когда вроде бы еще и отопление не дали, но уже прохладненько становится. Старайтесь не подключать в электросеть много электрообогревательных приборов, как большую мощность, да, потому что это может привести к перегрузкам, ну, и, как следствие, к короткомузыканию пожара. Нельзя допускать курения в квартирах, потому что 90% причин это неосторожное обращение с огнем при курении. Причин возникновения в частных квартирах. Особенно при злоупотреблении алкогольными напитками. То есть это просто бич сегодняшний, потому что очень много людей гибнет из-за этого на пожарах. Следующий вопрос. Он, наверное, самый больной и трудно решаемый. Это загромождение при квартирах коридоров, при квартирах холлов, блокирование эвакционных выходов в жилых домах. Как с этим бороться? Это очень тяжело. У нас, к сожалению, ресурсов на это не хватает, потому что инспектор у вас всего один. Проверки мы проводим, конечно, но, опять же, по закону мы их имеем право проводить один раз в три года. Пишутся предписания. Здесь нужно работать с людьми. Мы как бы пытаемся проводить беседы совместные с группой риска, с людьми, которые очень тяжело это понимают. Но большим результатом это не приводит, к сожалению. Поэтому попросил бы здесь присутствующих обратить на это внимание. Если вдруг вы такие факты выявляете, для начала нужно обратиться в управляющую компанию жилого дома. Это либо дирекция единого заказчика, либо это СЖЖСК, то значит, к этому их своя управляющая компания. Если уже не помогает, обращайтесь к нам. Телефончик 704-1435, это дежурный телефон нашего отдела. Там инспектор расскажет, подскажет, либо сам как-то все это проведет. И следующий вопрос. Основное количество выездов у нас в живых домах также имеется в связи с горением мусоропроводов и контейнеров. Очень убедительная просьба. Если вы вышли покурить наличную клетку, не надо туда бросать, в клапан мусоропровода, не надо бросать окурок и думать, что он туда упадет, потухнет и ничего с этим не будет. Нет, все будет. Мусор, который внизу находится, он загорается. От этого ущерба опять надеется Ирину, заказчика, который обслуживает данный жилой фонд. И вам неприятные ощущения от дыма и всего остального. К тому же это может также прирасти в достаточно крупный пожар. Ну и с возможной травмируемой гибелью людей. В принципе, из основных мероприятий, из основных вопросов по жилому фонду. Все. Ну, хотелось бы, наверное, еще добавить. Это, конечно же, наверное, нерешаемая проблема. Это загромождение подъездов к жилым домам. Потому что при прибытии пожарной техники им приходится изощряться, чтобы машины у нас большие, вы сами знаете, чтобы установить подъемники, лестницы и даже автоцистерну. Это очень сложно. Поэтому по возможности нужно, насколько мне известно, около каждого жилого дома имеются специальные площадки, обозначенные, по крайней мере, на асфальте цветом. Их не загромождать. Это площадки для пожарной техники, либо другой специальной техники. Это может быть и скорая помощь. Вот на это хотел бы попросить обратить внимание. Ну, что касается, так сегодня посвящено все-таки еще и образованию. Хотелось бы отметить, что все учебные заведения, находящиеся в районе Некрасовка, у нас приняты к новому учебному году. В сентябре у нас, вот в данном месяце, проводится месячник безопасности, в котором мы отрабатываем со всеми учебными заведениями, школы, сады. Мы отрабатываем планы эвакуации, тренировки проводим. Пока все идет в штатном режиме. Пожаров на сегодняшний день за 13-й год у нас запущено не было. В принципе, все. Если у кого-то есть вопросы, можете загадить. Спасибо большое. Алексей Анатольевич так вот вас пожарил, потому что все основные пожары произошли на этой территории. И в основном произошли именно с вами в первом квартале. Мы общегаляли, сразу за год все выполняли. А теперь мы звучим уже 9 месяцев, что мы самая плохая организация, вернее, самый маленький район, в котором на тысячу жителей имеется больше всего пожара. И горела вся эта территория. Первая Овольска, вторая Овольска. У нас есть три дома, которые по четыре раза горят. Мусорокамеры, мусоропроводы и, естественно, непогашенные сигареты, когда человек тут засыпал. Обидно, потому что от пожара уже спасаться невозможно. Еще и проливают несколько этажей соседей, которые получают то, что, конечно, никто бы из них не хотел. Поэтому мы просим всех с огнем обращаться осторожно. В районе в полном объеме реализованы мероприятия программы комплексного развития в 2013 году. Благоустроено 15 дворовых территорий, устроено 292 дополнительных парковочных мест, выполнен ремонт шести детских площадок, реконструировано шесть детских площадок, устроено четыре новых многофункциональных спортивных площадки. Реализованы планы по созданию пешеходной зоны района со строительством новой эстрады для проведения мероприятий. В день города мы с вами ее уже обкатали. Ремонт газона, замена малых форм, проведена масштабная реконструкция парка воинской славы и памятника погибшим воинам-неграссовцам. Тоже мы с вами открыли торжественно. Я думаю, что большинству все понравилось. Почему говорю большинству? Потому что у нас никогда нет 100%. У нас, если всем нравится, то кому-то не нравится. 11 сентября был торжественно открыт народный парк. Еще одна зона отдыха для жителей района, созданная в рамках городской программы. Парк включает в себя мангальные зоны, разбитые в соответствии с правилами пожарной безопасности, пикниковой точки со столами и лавочками, площадку для игры, футбол, детский, малую форму. То есть вы это все уже видели, мы с вами это конкретно все сделали. Ванюкова не вернула. Она в префектуре. Не вернулась еще. Она очень переживала вместе с Кареном Михайловичем, как они открывать будут. Но видите, все открыли, потому что в основном мы все повыезжали на инаугурацию нашего мэра. И поэтому открывали как раз у нас руководитель ГУИСа, ДЭЗа и начальника отдела ЖКХ района. Также проведен текущий ремонт в 55 подъездах многоквартирных жилых домах. Завершен выборочный капитальный ремонт. Коинициативно 67 выполнен ремонт кровли. Ну вот сейчас мы ждем, что начнется утепление фасада по дому 15-2. По строительству в 2012-2013 годах в районе были построены и введены в эксплуатацию 13 жилых домов. В результате этого количество заселяемых квартир выросло до 4828. Из них заселено 3351. Введен в эксплуатацию социально-платового назначения образовательной школы на 825 мест. В связи с тем, что у нас получается две школы рядом по 825 мест, а пока учеников чуть больше 500, работает пока одна школа. Но в принципе вторая тоже готова для того, чтобы принять наших учеников, наших маленьких жителей Некрасовки. Значит, несмотря на высокие построительства новых микрорайонов, остаются нерешенные вопросы по ускорению строительства. То, что мы с вами боролись и до сих пор пока у нас не выполнено. Это центр детского творчества, который мы с вами хотим все-таки, чтобы он был построен на месте одноэтажного здания Первой Вольской. Дворца культуры, да, Надежда Владимировна? Очень мы хотим. Все говорит, что министр культуры перейдет на другую должность, но он остался. В свое время он сказал, что мы будем строить Некрасовки дворец культуры. Теперь нам все-таки надо ехать туда и добиваться до конца. Ирина Витальевна готова, но пока нас не допускают почему-то. Поликлиника на новой территории на сегодняшний день почти завершены документы по оформлению земли. Потому что это была частная собственность. Сейчас они передают ее, так сказать, дарят городу. И на этой территории мы начнем уже строить поликлинику. Но мы все хотели, чтобы у нас не в 15-м году она строилась, а в 14-м. Пока этот вопрос мы не решили, но у нас есть все возможности доказать, что она нам необходима очень. Подстанция скорой помощи, которая также была на 15-й год. И Центр социального окружения населения. На сегодня заканчивается уже подготовка проекта. И надеемся тогда на дальнейшее ее строительство. По социальным объектам я не буду вам рассказывать, вы это все знаете. Значит, на территории района на сегодняшний день уже у нас 7 общеобразовательных учреждений. Количество учащихся составило на 1 сентября 3500 детей. В предстоящем, в 13-м, в 14-м учебных годах школы района примут более 4000 детей. Это у нас запланировано, что в течение еще мы будем все-таки квартиры заселять. И детей количество будет у нас увеличиваться. На 1 сентября было 540 первоклажек. Вот так вот. В 13-м году с отличными результатами выпускных экзаменов, золотыми и серебряными медалями, закончили обучение 10 человек из 97. Каждый девятый у нас был медалист. Это одни из лучших показателей в Москве. Трое учащихся сдали единый государственный экзамен на 100 баллов. Совету директоров школ удалось создать в районе эффективную образовательную площадку, позволяющую не только достигать видимых результатов в реализации государственных программ и стандартов, но и обеспечить постоянный профессиональный рост преподавательского состава. Школа 1366 является стажировочной площадкой, осуществляющей повышение квалификации работников образования. 430-я, теперь они уже объединились в 18-30, является базовой площадкой по инклюзивному образованию. Центр образования 18-30 реализует программы элективных курсов, программы спецкурсов по физике и алкоголе. Гимназия 1595 тесно взаимодействует с Высшей школой экономики. 2053-я, это на новой территории, реализует социально-гуманитарный профиль. С 2012 года школа является активным участником проекта «Микрасовская республика» под руководством Высшей школы экономики. За истегший учебный год учебные учреждения района становились лауреатами всероссийских конкурсов и научных конференций. Получили награды в городских конкурсах учебно-исследовательских и проектных работ по МГУ, МФЮА, РГГУ. 11 учащихся стали призерами различных этапов Всероссийской олимпиады по английскому, физике, математике, литературе. 48 учащихся стали призерами и лауреатами окружных конкурсов и олимпиад. В каждом образовательном учреждении созданы открытые музеи, работают военно-патриотические клубы. В школе 2053 создан военно-патриотический казачий поисковый отряд «Эхо войны», который в период с 28 апреля по 4 мая приняли участие в вахте памяти, проводимой поисковым объединением «Рубеж». Я думаю, что многие из вас видели по телевидению, в новостях показывали, вот как раз там, где поднимали и нашли захоронение наших бойцов, останки, участвовал и наш этот отряд. В июле этого же года в школе 430 закончено благоустройство территории, на которой выделялось 3 миллиона 480 тысяч рублей. Оборудована полоса препятствий, установлены уличные тренажеры, детская площадка, акклиматирована входная группа, посажены деревья и кустарники. Произведена полностью замена старых деревянных окон на пластиковые. У нас же раньше называли одну школу новая, вторую старая. Теперь у нас школа 430 стала самая старая. Но я думаю, что вы обратили внимание, как она с каждым годом становится все краше и лучше. Сначала мы сделали фасад, теперь сделали окна, внутри уже отделка идет, там еще остались только нам лестницы доделать, и тогда все будет замечательно. А все остальные школы у нас новые. Развитие района Некрасовка, как молодого, динамично растущего района, неотделимо от формирования современной образовательной инфраструктуры, повышения качества и доступности образования для всех его жителей. На основе образовательных учреждений района Некрасовка формируются современные образовательные комплексы с широким спектром образовательных возможностей с учетом потребностей и запросов населения района. Создание новой образовательной инфраструктуры неотделимо от содержания образования, Перехода школ на новые образовательные стандарты, призванные улучшить качество подготовки выпускников в соответствии с потребностями Москвы, как крупнейшего мирового мегаполиса. Финансовая политика в области образования – это новая система оплаты труда, способствовала росту заработной платы педагогов на основе вклада каждого педагога в образовательное пространство своего учреждения, с учетом конкретных достижений в воспитанниках. На основании всего можно говорить о том, что сегодня минимальная заработная плата. Девчонки, не отвлекайтесь. 48 тысяч у наших преподавателей. Среднее 80 тысяч. За такие деньги уже можно спрашивать за их обучение. Правда же? Государство учреждения сразу горовой маршет, потому что уже все ждут, когда же повышение будет иммунитет. Поэтому я думаю, что свободных мест, вы знаете, у нас нет вообще в образовательных учреждениях. Хотя еще буквально 5 лет назад мы думали, где нам найти преподавателей иностранного языка. Сегодня вопросов никаких не стоит. 20 лет назад, когда Марина строилась, там все искали. Физурков у нас не было, то есть кто будет преподавать физическую культуру. Естественно, преподаватели иностранного языка. Но мы с вами об этом говорили еще 5 лет назад. Во-первых, будет район расти. Во-вторых, сейчас повысили до такой степени зарплату, что теперь можно спросить и с преподавателя, и с ученика. У одного зазнания, у второго, как он их преподавал. Вместе с тем, в образовании в Москве сегодня поставлен целый ряд важнейших задач, среди которых повышение качества педагогического корпуса, креативность, инициатива которого определяет саму возможность прогресса в области образования, создание системы государственно-общественного управления образовательными учреждениями. Наконец, на первый план выходят вопросы воспитания гражданственности, патриотизма, формирования идентичности. В районе Некрасовка данный вопрос решается коллегиально. Совместно в ведении администрации образовательных учреждений, органов местного самоуправления, депутатов муниципального собрания, ряд из которых входят в состав управляющих советов наших школ. Я думаю, у нас есть здесь в зале родители, которых мы здесь собирали, помните, и выступал у нас академик, для того, чтобы наших родителей готовить к тому, чтобы детки наши учились еще лучше. И вот сейчас я подчеркнул о том, что нам сегодня нужны мало того, что умные, нам нужны образованные, нам нужны культурные, воспитанные дети, и естественно, чтобы они были здоровыми. Поэтому сегодня программа, которая вошла уже с 1 сентября в нашем районе, это Некрасовские университеты. И то, что мы начинали работать с родителями, затем с учителями, сегодня учителя у нас идут на курсы повышения в свое время. То есть они должны отдыхать, он идет учиться, потому что теперь с него тоже будет спрос. Мы уже разговаривали с высшей экономикой, с нашим департаментом образования, и наши учителя будут также аттестоваться. Прошел месяц или квартал, она будет показывать, какую литературу она прочитала, что она изучила и как она это изучила. Вот тогда мы сможем спрашивать, какие знания современные она имеет и что она может преподавать нашим детям. Очень важно. И самое главное, сейчас определяется, значит, еще дополнительно будет бюджетное финансирование нашей программы. И мы уже говорили, и сегодня мы это воплощаем до конца в жизнь, совместно с нашим депутатским корпусом, с нашими главами. Для того, чтобы нам создать совет районный, и чтобы те программы, которые будут культурные, это касается нашего Дома культуры, это касается нашей каждой школы в отдельности, потому что у нас есть там уже и кружки, и внеклассная работа, и так далее, чтобы это все шло централизованно, направленно и, естественно, углубленно. Вот тогда наши детки будут показывать еще лучшее знание и в образовании, и будут культурными, воспитанными, замечательными. Программа развития образования города Москвы на 12-16 годы, столичное образование, реализуется сегодня в районе не только посредством выполнения собственных программ развития образовательных учреждений, расширяющих профессиональное образование, проектную работу, перечень дополнительных образовательных услуг. В Некрасовке реализуется единная инновационная программа создания на базе образовательных комплексов социокультурных центров района, выполняющих не только образовательные задачи, но и задачи по социализации учащихся, интеграции местного сообщества, реализации гражданских инициатив. Цель данного проекта – это воспитание гражданственности через участие, вовлеченность, активное взаимодействие, диалог младшего и старшего поколения, педагогов и родителей, органов местного самоуправления и жителей. Так, в наших школах сегодня созданы и продолжают создаваться различные дискуссионные клубы педагогов разных предметов – родительские клубы, исторические клубы, киноклубы. Во всех образовательных учреждениях действуют школьные музеи в области исторического и культурного наследия России, призванные воспитывать нравственную и социальную ответственность. Ежегодно Некрасовские школы организуют Всероссийский форум молодых ученых «Наука и школа», в рамках которого со своими проектами выступают учащиеся как начальные, средние, так и старшие школы. Педагоги представляют наиболее интересные свои практики, а родители могут узнать о компетентных специалистах, о тех новых подходах к образованию и возможностях, которые есть сегодня в наших школах, принять участие во обсуждении наиболее актуальных вопросов. Так как Некрасовские школы сегодня великолепно укомплектованы современными техническими средствами, компьютерами нового поколения, веб-камерами, в учреждениях активно развиваются практики вебинаров, телеконференции, что позволило Некрасовским школам стать центром инновационной сети образовательных учреждений Юго-Востока по освоению современных образовательных технологий. Гражданственность не воспитывается риторикой. В проекте, который мы назвали Некрасовская республика, большое внимание уделяется созданию единой системы детского самоуправления, действующей на основе школьных систем самоуправления. Предполагается, что депутаты муниципального собрания, занимающиеся молодежной политикой в районе, вместе с органами муниципальной власти, совместно со школьными активами, развернут полноценные социальные проекты в районе по содержанию, поддержанию Некрасовских улиц, чистоте и порядке, помощи нашим ветеранам, организации вахт памяти, проведении социальных акций. Уже сегодня многие школьные проекты по развитию велодорожек, транспортной системы района в целом, созданию зон отдыха стали воплощаться в жизнь. Каждый житель района, как и ученик в нашей школе, живет в этом большом доме и должен содержать его в чистоте, порядке, в рамках красоты, добра и служения истине. На воспитание именно такого отношения к нашему району, к Москве и направлены все наши усилия. Это то, что хотелось нам сказать. Конечно же, только при совместной работе родителей, нашей власти, муниципальной, исполнительной, наших школ, мы достигнем того, о чем я только что говорил. Мы, я думаю, что будем прикладывать максимум усилий, чтобы это все осуществилось конкретно в жизни. Теперь по вопросам. Значит, которые вопросы будут поступать, я на них буду отвечать. Здесь у меня уже с новой территории сразу положили вопросы, поэтому, с вашего позволения, я с этого начну. Когда в районе, нет такого района, Люберецкие поля, появится магазин сети «Пятерочка», которые по ценам доступны пенсионерам. Множество магазинов, которые расположились почти в каждом доме, не устраивают нас по ценам. Продукты приходится закупать в «Пятерочке» на выходе, что не очень удобно. Значит, по поводу «Пятерочек». Значит, по сетевым магазинам мы боролись, вместе с вами здесь утверждали уже последний проект планировки, который до сих пор находится еще в Департаменте строительства, где возвращали мы два раза этот проект, для того, чтобы были отдельно стоящие здания, где можно было запустить сетевиков. На сегодняшний день строительство идет только жилых домов. Поэтому на первых этажах вот эти клетушки, где у нас и продовольственные магазины, и промтоварные, и все остальное, это все на первых этажах. Но у нас получается с вами миллион квадратных метров жилья, это наше муниципальное жилье, и 4 миллиона – это инвестиционные. Инвестиционные вот сейчас начали строиться. Это четвертый квартал, пятый, седьмой, и уже пошли вверх, значит, там все остальные. Поэтому там есть отдельно стоящие, это еще, наверное, год-полтора, и только тогда появятся сетевые магазины на новой территории. Когда в нашем микрорайоне, пишут, в районе будет чистый воздух, очень часто приходится закрывать все окна, задыхаемся от химических выбросов. Ну, я думаю, что не от химических выбросов мы защищаемся, или то, что мы сегодня дышим. Но, по крайней мере, на самом деле, дышать стало хуже. Если раньше это было как-то частично, или мы это меньше чувствовали, то сегодня, можно сказать, что очень часто. Значит, мы, наконец-то, выбили, лабораторию нам поставили. Перед выборами мне звонил руководитель департамента, министр нашего природопользования. На следующей неделе я с ним буду встречаться. Потому что есть показания нашей лаборатории, мы теперь вообще ее хотим поставить на Люберецкую станцию. Она автоматически все замеряет. И потом нам надо уже совместно с нашими депутатами приходить к тому, что делать. Ждать каких-то 40-х годов, я думаю, что уже невыносимо. Надо делать эти колпаки, которые очень дорогие. Но, видимо, надо ставить уже вопросы перед нашим руководством города. Поэтому, как только будут у нас на руках показания этой лаборатории, и моя встреча состоится с министром, но я думаю, что мы уже будем конкретно знать свои пути решения этой проблемы. А на сегодня она уже встает. Улица Рождественская очень красивая, но администрация забыла на этой улице высадить деревья. Поэтому она смотрится грустной и унылой. Значит, администрация у нас ничего не забывает, и мы тоже все знаем. Но дело в том, что улица Рождественская, и с левой, и с правой стороны заложены внутренние коммуникации. На коммуникациях строить нельзя. Если мы вот сегодня... А я что сказал, строить, извините. Да, сажать. За мной у нас все, значит. Черкова не вижу. Шалва Заурович, столько посадил сегодня кустарников? Значит, две тысячи кустарников мы закупили. И вот сейчас начали сегодня сажать их по улице Первая Вольская. То есть мы хотим полностью огородить, потихонечку они вырастут со временем, правильно? Потом будем подрезать, чтобы они были густые. Если мало будет, досадим вторые, она в шахматном порядке. И вот мы уже Первую Вольскую полностью закроем. Потом перейдем на Вторую. И так пойдем на новую территорию, чтобы у нас на самом деле была живая изгородь вот от того добра, который летит у нас с дороги. Где есть возможность, мы с вами постепенно это делаем. Если у нас жители по Вторая Вольская, Дом 24, сажают нам вот каждый год 10-сантиметровые либо каштаны, либо еще что-нибудь, и потом весной мы их не находим, либо они летом уже у нас засыхают, то это не решение вопроса, потому что там коммуникации. Там, где можно, мы их сажаем. Некрасовскую улицу мы с вами все посадили? 200 плодовых деревьев посадили? Возле Народного парка сейчас уйдут только строители. Мы с вами там тоже сделаем сад из плодовых деревьев, для того, чтобы наши детки потом там могли спокойно есть фрукты. Папа с мамой будут шашлыки жарить, а дети будут фруктами заниматься. Поэтому есть чем у нас делать. Мы это все делаем. Значит, со вторника, со вчерашнего дня, или даже с понедельника, начали очищать лесозащитную полосу. Я думаю, что тоже вы это видели. Весь сухостой будет оттуда убран. Деревья, которые у нас с вами, когда было, помните, погода интересная, деревья согнулись, и лед их так и удержал, значит, то же самое будут в основном вырезаны. Маленькие будут сохраняться. По крайней мере, все отлично все сделано. И наведем санитарную уборку на радиополях. Выбили мы, добились того, чтобы эта территория, хоть она сегодня не наша, чтобы там тоже все привели в порядок. Поэтому будем сажать деревья. И здесь есть возможность. И перейдем на ту сторону. Там уже Рисханова спит и видит, когда ей деревья привезут. Будет сажать. Поэтому не будет смотреться эта улица грустной и унылой. Причем вертикальное озеленение, мы там везде все сделаем. Поэтому ни о чем мы не забываем. Будем стараться, чтобы это с каждым годом становился наш район и зеленее, и краше. Когда увеличат количество автобусов маршрута 241 в утренние и вечерние часы. Народ прибавляется. Автобусов мало. Приходится пропускать 3-4 автобуса, которые набиты битком людьми. Люди опаздывают на работу. Значит, мы на этот вопрос отвечаем каждую встречу. Пока мы с вами не достигнем 50 тысяч, изменений никаких не будет. Сегодня стоят видеокамеры во всех автобусах. Они считают количество людей за сутки. Единственное, вот мы вчера с Барином встречались на новой территории, потому что там сейчас провал организовался, я всех туда вызывал. И как раз я с ним и говорю, что? Он говорит, я все равно считаю. Ну тогда мне хотя бы можно там в среде дня может их уменьшить, а в часы пик увеличить. А он говорит, а мне пенсионеры пишут о том, что они днем хотят ездить. Хотят ездить. Я почему и говорю, что я сейчас коснусь еще тех вопросов, которые на сегодня стоят по нашему району. И получается, он говорит, я не могу. У меня сегодня... Где, Павел Анатольевич? Сколько он сказал сейчас? Четыреста автобусов стоит? Четырнадцать. Четырнадцать автобусов было. Вчера на линии. Утром невозможно. Ветя. Вот. Умер. Конкретно сказано. Я понимаю. Где-то есть пробки, они поэтому... У нас с вами потом три-четыре приходят. Но на сегодня они никто уже никуда деться не могут. Если он раньше поехал там кушать или еще что-нибудь, сегодня фиксация идет у них. Они спокойно все сослеживают, чтобы все автобусы были. Будем с вами решать дальше. Вопросов нет. Мы постоянно писали. Филатому не вижу. Руку поднимай. Вот, вижу теперь. Значит, Татьяна Михайловна, давайте будем продолжать. Хорошо. В часы пик, чтобы наше количество увеличивалось. Еще вопрос о сотовой связи. Телефон все время... Сообщает, нет связи. Обращается в сотовую связь. Заявляет, что необходимо обращаться в управу района. Но в управе района мы точно ничего не решим. Но я думаю, что нужно разобраться, по какой причине. С этим я полностью связан. Особенно, когда хочется там на Элисханову поругаться. Иногда сильно очень. Она говорит, телефон не работает. Да, поэтому здесь будем с вами работать. Согласен. Спасибо руководству района за хорошую натуру. Спасибо. Приятно. Значит, я еще хочу несколько слов сказать. Мы с вами всю жизнь говорили, что проход возле школы 430-й нет тротуара. Тротуар построили. Догадайтесь с одного раза, как ходят наши жители. Дороги. Это уже неудобно. А, неудобно. А как нужно было? Висящий пока сделать? В школе диалоги. Ну, я не могу в школе взять и у школы забрать территорию. Согласна вы с этим? Исходя из того, что сегодня она есть, с одной стороны, потом переходите на другую. Но вы не переходите. Вы как шли прямо, так и продолжается. И потом приезжают, значит, к нам жители, другие, и говорят, зачем тогда нужно было все это делать? Это первый вопрос. Второй вопрос. Значит, у нас пишет 1-3, что они не могут ходить, значит, сюда к седьмому дому. Что идут по газону, по колену, в воде, в грязи и так далее. Сделали дорожку. Теперь другие пишут, зачем нам там дорожка, там шляются днем и ночью. Следующая дорожка. Значит, это дорожка по инициативной. Переходящей на проспект Победы. Там мамы бедные поднимали юбки, преодолевая преграды, барьеры, да. И преодолевали забор, шли по газону. Ходили, ходили. Все. Ну, куда уже люди ходят, бедные мучаются. Вырезали часть, значит, одно ограждение. Сделали тропинку. Борт камень поставили. Садовый бортик. Все сделали как хорошо. Что вы думаете? Теперь жалобы пишут. А почему сделали дорожку? Следующая дорожка будет у дома номер 7, по второй, в Ольской. Потому что там собачья площадка, через нее строители сделали дорогу. Долго они думали, сделали проект такой. Наши жители ходят наискосок. По газонной части тоже все мокрые, там неудобно. Будем там еще дорожку делать. Но почему-то, если одним хорошо, то другим у нас почему-то всегда будет не так. И очень хочется обратиться к родителям о том, чтобы их дети не писали на ТП, ЦТП, на заборах, на асфальтах. Ну, извините, пожалуйста, но когда человек живет и даже в своем подъезде пишет, это, видимо, точно от большой культуры, от воспитания, от всего на свете. Я понимаю, что все рассмотрелись там этих фильмов, как там в Америке, там у них метро разрисовано. Но когда идет чистенький автобус, наверное, всем приятно. Или когда ты садишься на сиденье, оно не рванное и не заштопано, не перештопано. Ну, это наш с вами дом, и давайте будем за этим смотреть. Дорожка посередине клумба, с двух сторон плитка обложена. Шалва Завуслович, как там на велосипеде ездят? Молодец. Прямо все едут. И идут. По грязи, по цветам. Зачем? Почему? Непонятно. Ну, красиво же, когда по-человечески все по-доброму и здорово. Не успели поставить скамейки в парке славы. Все радовались. Каленые, железные, там эти, деревянные сидушки. Все красиво, все замечательно. Посмотрите, что с ними сделал. Требовал поставить урны возле каждой скамейки. Поставили. Что вы думаете? Куда бросают мусор? Ну, почему? Странно и непонятно. 50 подъездов мы с вами сделали. Давайте сейчас в них войдем. Кто здесь здесь? Где Юля? Вот она. Она сдавала, ходила с инженерами, там все добивались. Шалва Заурович. По вечерам их склонял, водил по этим подъездам. Здесь не доделано, здесь подделайте. А сейчас просто заходить страшно. Ну, это ваши подъезды, вы в них живете. Непонятно. Цветы. В этом году, я думаю, что все должны были радоваться. Как мы сделали вертикальное зеленение. Договорились с садком, они сами там выращивали. Потом посадили. Все, красивые вазоны. Что жители наши делали с этими вазонами? Каждую пятницу выкапывали эту рассаду и увозили на дачу. Ну, не такие большие деньги. У нас сейчас два питомника. Приходите, покупайте, везите к себе на дачу. Нет, надо вот процесс, видимо, там здоровский. Почему? Зачем? Как? Каждый год в день города мы с вами проводили концерт. С 19 часов, час выступали представители нашего Дома культуры, Надежда Владимировна, все там вам плясала и танцевала, и стихи рассказывала. Затем 2 часа был концерт, потом салют. 3 часа было концерта. В этом году работало 2 площадки. 2. Одна на той территории, вторая на этой территории. С 12 до 20 часов. 8 часов были концерты. Что в интернете некоторые пишут жители? Слава Богу, не все. Что вообще уже? Не знаю. Все деньги своровали, поэтому концерты... Нет, не было ни концертов, ни салютов. Куда смотрели? В 8 часов шел концерт. 2 концерта шло. Мне сказали, что приглашенных артистов я не была, а мне вот жительница говорит, если увидишь, можно собрать, не скажи. Типа были только и слубы, а вот настоящих артистов, говорит, никого не было. Все настоящие артисты были на новой территории. Мы специально, можно я отвечу? Мы специально договорились с Надеждой Владимировной. У нее 54 кружка. Ну давайте хоть в день города мы на своих детей посмотрим. Ну это же наши дети. Секундочку, секундочку. Вот. Поэтому мы сделали там один, а здесь свое. Извиняю. 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 У вас внуки есть? Нет, нет. Извините, пожалуйста. Значит, я приходил неоднократно в течение дня. До чего же радовались родители и бабушки, дедушки от того, что их дети выступают на сцене? Это не описать никакими словами. Да, там потом шли с сосудами, да, там ели, закусывали, все было одновременно. Но лица были совершенно другие. Ну может людей, взрослые дети, вот поверьте. У меня много, большинство знакомых, с кого нет внуков, нет детей. Очень много так. А можно я отвечу? Только для всех, кого нет. Большинство у нас сегодня, больше 60% населения Некрасовки, это те люди, у которых дети еще маленькие. Либо школьного возраста. ФССР может это подтвердить. Я могу это цифрами подтвердить. Поэтому то, что вы сказали множество, были большинство, это неправда. Но мы учтем, в следующий раз мы сделаем, чтобы было, кем-то мы разбавим. Да, Надежда Владимировна? В этот раз полтора часа выступали приглашенные артисты, которые депонимали. Хорошо. Это полтора часа, это время было с пяти до половины сектора, до с пяти до половины сектора. До полседьмого. Да, выступал партнерный ансамбль. Понятно. Вот и были здесь артисты. Так что все хорошо. Я бы, конечно, хотела все же спросить. Просто многие просили сдвинуть время не в 12 до 8, а, допустим, с трех часов до 9 мы выступали. В конце последних два часа были интереснейшие коллективы, которые после, это коллективы дома, которые потом поехали на город Любе и так зажигали. И отзывы такие потрясающие были. Скажут, фирменные артисты с Москвы к нам приехали. Вот в таком уровне коллективы у нас. Вот так вот, такие коллективы у нас. А у нас же просто люди... Ну, по времени, Надежда Владимировна, я думаю, что не вам говорить, потому что у нас были указания, вы это прекрасно помните. Значит, просто это было из-за того, что на следующий день были выборы. И даже в этом году мы первый раз за последние лет 10 даже салют не давали, потому что было определено МЧС, где салюты, чтобы никаких пожаров не было в ночь. И так далее. Поэтому мы проводили так, как положено, с 12 до 8. Были районы, в которых вообще ничего не проводилось в нашем же Юго-Востоке. Мы с вами две площадки отработали, и все замечательно. И отзывы у нас очень много положительных отзывов. Я двумя руками за, я сам приходил и видел. Просто скажи, что большинство, я с этим не согласен. Какие еще есть вопросы? Сергей Викторович, скажите, пожалуйста, вот у него участие в объединении школы, а кто решает вопрос о том, кто из директора школы останется на руководящей должности, если кто-то решает? Догадайтесь с одного раза. Нет, в департаменте? Конечно. А вы какое участие принимаете? Непосредственно. Непосредственно. Хорошо. А в 13.66 где происходили неправомерные действия в отношении моей семьи, которые по вопросам, к которым я к вам обращалась, там кто останется, если я у директора школы выиграла суд? Это как считается? Давайте вы придете к нам, депутатам, приходите. Ирина Витальевна, приходите. Я обращалась к Александру Васильевичу. Это поздно. Давайте. Митрюк вам не ответил, правильно? Митрюк уже не ответит. Она не ответит. Если ее не посадили, то я буду добиваться этого очень долго. Насколько хватит. Вы знаете, я за Митрюк не отвечаю, слава богу. Она не у меня в управе работает. Правильно. Это не наш депутат. Но у вас, под вашим руководством, трудится Александр Васильевич, наватчиков, да? Вы знаете, у него должность глава администрации. А я глава управы. Поэтому мы три лошади, которые тянем, все, они так и есть. Три. У нас такой злее, трехголовый. Поэтому у нас власть у него муниципальная, а у меня исполнительная. Он мне не подчиняется. Сергей Васильевич, я ознакомилась с приказами. На основании которых мы нарушались и были совершены должностные преступления. В отношении моего 11-летнего ребенка были сфабрикованы куча документов. Я предлагаю, если вы хотите поговорить, давайте мы с вами поговорим. От того, что вы будете это всем говорить про своего ребенка, это же... Это не про своего ребенка. Мой ребенок, он такой же ребенок, как и все дети под тюркой Некрасовым. Района Некрасовым. Даже районы Некрасовым. Дело в том, сейчас вы говорите. Ирина Витальевна хочет с вами пообщаться. Я пообщаюсь. Вы подойдите к вам. Какие еще раз вы можете? Я с вами встречусь. Пожалуйста. Обязательно. Сергей Васильевич. Ну все, давайте. Я хотела спросить. Спросите. Когда будет вопрос решен о том, почему руководством будет работать школа? Вот эти объединения. Какого числа у нас? 28 числа у нас был Калина, министр образования Москвы. Значит, ему задали вопрос директора школ. Здесь были со всего Юго-Востока. Значит, он сказал, что есть требования сегодня по тому, кто будет утверждаться на должность директоров школ. Вот в этих, значит, обязанностях, которые он выполнять будет, которые будут их там тестировать и проверять, значит, они будут все это просматривать и принимать решение будет комиссия департамента образования. Значит, я сказал о том, что уже в октябре. В октябре месяце те площади, которые мы выбивали и все решили по защитникам Москвы, там, получается, площадей в третьем, пятом, седьмом, девятом, в четырех корпусах площади выделены и молочная кухня у вас уже заработала на Рождественской. Поэтому, я думаю, в октябре уже вы получите новых, господи, врачей. А совместно с нашими депутатами муниципалитета мы сегодня пробиваем, чтобы нам запустили, наконец-то, автобус, который мы хотим, чтобы он объединял две части и уходил в Жулебино на 23-ю поликлинику. Пришел вот ответ вчера, получил, значит, там они дают нам на согласование. Сейчас мы вместе с депутатами подпишем, отправим и скоро пойдет новый автобус. Значит, у вас есть между вторым, совершенно верно, вторым и третьим, уже все письма написали, видимо, придется еще мне ехать в департамент, с ними разговаривать, чтобы они быстрее провели конкурс. Там есть площадь, уже есть море желающих, потому что сегодня все банки работают под одними процентами, когда облируют жилищно-зажилищно-коммунальные услуги. Поэтому нам нужно, чтобы быстрее провели конкурс на той территории, на новой, чтобы был банк. А я думаю, что административные здания, которые еще в центре, там еще у нас с вами будет столько банков, что потом замучимся их считать. Согласен. Сегодня нам нужно добить этот вопрос. И у нас с вами сегодня здесь еще площадь стоит, в 1-1 на 2-й Вольска. Все интересно. Все должно быть и там, и здесь. И там еще нужно почту открывать, чтобы почтовое отделение было, конечно. Еще. А на 3-й Вольска когда-то делал 2-й Вольска? Я об этом 3 года боролся. На сегодня... Ну, дайте отвечу. Вы же спросили. На сегодня там делают метро. Вот это, которым мы с вами боролись, 1,6 километра. Сегодня даже, вы видите, 4-й квартал он огораживается. Следующий, 7-й идет. Мы уже все документы подписали, он начал строиться. А дорога-то одна. Даже если мы сейчас с вами чуть-чуть дальше достроим, от метро мы не проедем. Сейчас сделают, они уйдут уже полностью, оставив только внутренность. И мы с вами по этой дороге, я думаю, что в следующем году она должна быть. И самое главное, мне хочется, чтобы уже по Некрасовке не ехали. Потому что это эти светофоры, которые ломаются. У меня получается, один светофор справа стоит в Некрасовке, а слева стоит в Касино. Я начинаю звонить, все. Но это Юго-Восток, это Восток, гаишники разные. Согласен. Если все будет нормально, мы должны дорогу в этом году построить уже в объезд Некрасовке, та, которая федеральная, Москва-Нагинск. Хотя бы вот эти все сверху схлынуты, они хоть к нам вниз идти не будут. И наши тогда уже будут конкретно все. Сергей Викторович, Сергей Викторович, вот Вы сказали, будет запущен новый маршрут автобуса. Скажите, пожалуйста, вот на поликлинице в Железе, а он будет метро заплатывать? Или вот чисто? Он будет проходить через проспект Лермонтовский. Лермонтовский. Спасибо. Все? Хочу домой. Не понял? Две части района соединятся. Через два года уже полностью. У нас получается четвертый, пятый, седьмой должны сдать все жилье в следующем году? А ну да. Согласен. Вот смотрите, получается четвертый, пятый, седьмой, вот они, видите? Следующий, шестой, вот наша поликлиника. И поэтому дорога, про которую я вам сейчас рассказывал, вот она, она соединяет. И та, которая идет за десятую больницу. Вот этот кусочек он будет сделан. И вот мы с вами придем. У нас единственное, что останется, это зеленая зона. Которая тоже, когда Мосводоканал давал территорию под садовые участки, когда мы с вами все трудились. Деревьев почти не было, но у всех была картошка, капуста, помидоры, огурцы сажали. Все было нормально, потому что они таких размеров, да? Семь лет назад проносили, показывали, да. То сегодня начали, они начали писать письма о том, что раньше ничего не надо было. Теперь мы же в Москве, где газ, вода, электроэнергия, теперь всем все сразу захотелось. СНТ, зеленая зона, когда образовывалась, вопросов об этом не было. Был вопрос о чем? Предоставьте нам по шесть соток земли, правда же? Ну, придет. Идет. Только теперь это все будет исчисляться миллионами, потому что нужно городу сделать проект, правильно? А им все равно придется какие-то деньги платить, потому что по их территории пойдет. Им нужно будет в любом случае. А все хотят, что все должно прийти в манна небесная для его наслаждения. А с горой вопрос? С горой вопрос лежит в департаменте строительства. У них есть три варианта, которые будут выбраны. У них отнять не могут. Почему там придумывают варианты? Получается, что сначала они выкопали, песок продали, потом засыпали, потом подняли. А теперь они еще хотят, продав эту землю, с чем, понятно, они еще хотят третий раз заработать. На зону отдыха там тоже многие претендуют. Поэтому то, что получится, будем ждать. Чего-чего? Да, она уже есть, вон она. Напротив Гатара стоянка большегрузного транспорта. Другой у нас с вами не будет. Нет. Только тоже построили и три месяца пока сдают в эксплуатацию. Все интересно. Сейчас они обещают уже конкурс закончить провести в сентябре. И в октябре уже можно будет ставить. Еще вопрос. Трамвай будет? Нет, а что вы смеетесь? Там скоростной трамвай должен был быть. По проекту он есть. По проекту он есть. Поэтому, если будет план детальной планировки утвержден, значит, должны построить. Спасибо всем большое. Я хочу еще отдельно сказать спасибо за выборы. Значит, у нас с вами 31% жителей пришел. Это один из лучших показателей по городу. За мэра мы проголосовали вообще. Если брать Москву, которая была без присоединенной территории, мы на первом месте. Если брать присоединенной, то мы делим второе и третье место. Спасибо всем большое за вашу ответственность.